ДОНЕЦКИ ДОНЕЦКИ Но дискуссии о том, что же государству делать с этими бумагами, ведутся. Например, у Европейского суда по правам человека есть определенное видение решения таких проблемных моментов, о чем напоминают правозащитники. В 1971 году Международный суд ООН сформулировал «намибийские исключения». Это документы, выданные оккупационными властями ЮАР в Намибии, должны были повсеместно признаваться. Но только в том случае, если их непризнание повлекло бы серьезные нарушения или ограничения прав граждан. «Намибийские исключения» – это история о том, как должны быть признаны документы в национальной правовой системе. Иначе это будет грубым нарушением прав людей, которые остались на неподконтрольной правительству территории. Как говорит правозащитница, в Украине пытаются сузить «намибийские исключения» лишь до документов о факте рождения или смерти. При этом практика ЕСПЧ констатирует, что это касается широкого спектра документов. Не так давно, еще в одном своем проекте на телеканале «Дом», на самом деле Донбасс, он есть у нас в Ютюбе, я пообщался с главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонидом Кравчуком и задал ему вопрос насчет не признания документов группировок ЛДНР, а считывания информации из этих документов. Все нормативные документы, в том числе о которых вы говорите, они определены украинскими законами. Если какая-то часть территории, украинская, а это признается территория украинская, это признает и Россия, делает некоторые свои другие абсолютно отличающиеся, повторяю, абсолютно диаметрально от тех документов аналогичного порядка, которые действуют во всей Украине, возникает вопрос. Нам их принимать к руководству? Мы предлагаем, очень простое, вывезти все чужие из нашей территории, все вооруженные формирования всех стран, всех боевиков, добровольцев, как их называют, наемников, и провести выборы, установить там украинскую власть с особенностями территории обязательно на основании закона и начать жить в одном государстве. Не может быть одно государство, а живут люди в нем по разным законам. Но вы сами понимаете, есть вещи, регистрация рождения, регистрация смерти, понятно, но есть документы, которые имеют тогда силу, когда они имеют общее значение, а не установлены для конкретного только региона. Тогда этот регион, по сути, не является составной частью Украины. Пока лишь свидетельства о рождении, выданные на неподконтрольных территориях, учитываются украинскими ЗАГСами, но и то после судебной процедуры. А среди рожденных в Ордло только 36% детей имеют украинские свидетельства о рождении. Такие данные предоставило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Ну а мы будем оставаться с вами на связи, в том числе в эти новогодние и предновогодние дни. Вы подпишитесь на телеканал Дом, мы есть во всех соцсетях, пишите мне. Ни одно ваше письмо не останется без ответа. На этом сегодня все. До свидания. Продолжение следует...